Уже в следующем году здесь все может выглядеть иначе. Проект реконструкции заводского шоссе прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. В планах преобразить шоссе полностью, расширить проезжую часть, построить велодорожки и ливневую канализацию. Будет выполнен весь спектр работы, начиная от выноса существующих коммуникаций, перекладки, строительство участка ливневой канализации. Мы уберем воду с дороги и сможем организовать нормальное дорожное полотно с бортом, как это положено, с пешеходными зонами и так далее. Улица 22-го портсъезда также может стать спасением от пробок. Проект долгожданного строительства находится на согласовании. В планах построить два участка – от Московского шоссе до Новосадовой и от Карла Маркса до Ставропольской. В следующем году Московское шоссе с Новосадовой и Магистралью Северо-Восточной и улицей Лесной соединит улица Луначарского. Она будет упираться в кольцевую развязку на Московском шоссе. Побольше таких дорог, потому что у нас нет соединения между Новосадовой и Московской. Их очень мало. Это как с расстатей. Эта дорога очень нужна была. Мы давно ждали водителя ее. Уже разгружают пробки всю еду. Плюс такой хороший проезд получился. Улицу Мичурина от проезда Масленникова до Революционной ждет преображение. Сейчас готовится проект ремонта дороги на деньги частного инвестора. Городские власти к строительству дорог стали привлекать бизнес. Такая практика в Самаре применяется впервые. Первый случай за эти пять лет. Так, чтобы, скажем так, на улице близлежащей за счет частного инвестора запроектировали улицу. Это первый раз. Кроме того, муниципалитет уже направил в Минтранс девять проектов капитального ремонта городских дорог, запланированных на следующий год. Если проекты получат одобрение и финансирование, это будет рывок в развитии Самары, отмечает глава города Олег Фурсов. И чем еще хорошо, что мы проектную документацию подготовили в текущем году? Если бюджет подтвердит нам финансирование, мы расторговаться сможем в январе-феврале. И как только установится нормативная температура в апреле, дорожники смогут выйти и еще раньше начать дорожный сезон. В этом году ремонт дорог также начался раньше обычного. Контракты с подрядчиками заключили в первых числах июня. И те незамедлительно начали работать. Улица Венцика была готова практически за полтора месяца. Ульяновская и Огибалова в начале сентября. Опережение связано прежде всего с грамотной планировкой работ и круглосуточной организацией работ. Потому что днем мы производим работы, чтобы не мешать жителям города в ночное время, работа компрессорами, шумные виды работ. А ночью мы производим работы, чтобы не мешать водителям, автомобилистам, не создавать пробки. От фасада до фасада в Самаре применяется система комплексного подхода к ремонту дорог. Замена асфальта, мощение тротуара плиткой, новые дорожные знаки и разметка. Круглосуточный режим позволил ускорить и сохранить темпы. Самарцы к неудобствам относились с пониманием, радовались с перспективом ездить и ходить по хорошим дорогам. Я считаю, что все-таки дорогами у нас стали заниматься, особенно тротуарами. Это особенно радует. Город стал немножко преображаться. Ремонтируется так-то. Конечно, хотелось бы больше. Да, работа идет. Рад, конечно, что дороги делают. Рад, что дороги делают. Ну, побыстрее, все надо делать. Побыстрее надо делать. И по качеству. О качестве дорожникам пришлось думать в первую очередь. Быстрые темпы, не оправдание плохо сделанной работе. Ремонт оценивала специальные лаборатории при департаменте благоустройства. В случае нареканий подрядчики за свой счет исправляли ошибки. Всего в этом году комплексный ремонт затронул 12 городских дорог, 60 внутриквартальных проездов, больше 30 дорог большими картами и Южный мост. Кроме того, Олег Фурсов распорядился включить в перечень дополнительные объекты. К примеру, тротуар от моста через реку Татьянку до поста госавтоинспекции и участок улицы Медицинская. Также список пополнили улицы Гастелло, Фрунзе и Пугачевский тракт. На Пугачевском тракте ремонт ожидали десятки лет. Ремонтные работы велись исключительно ночью, чтобы не усугублять ситуацию с пробками. В качестве дорожного покрытия использовали асфальт на граните, который уже успел зарекомендовать себя как надежное покрытие. Это идет однослойное покрытие без нижнего слоя. Происходит фрезерование. Промели, прочистили вдоль бордюра, если есть бордюр в городе. Сняли полоску, которая остается от фрезы и приступили к укладке после розлива битума или битумной эмузии. Контроль очень жесткий. На каждую тысячу квадратных метров берутся пробы. Проверяется толщина асфальта, проверяется уплотнение, проверяется зерновой состав. На данный момент пока замечаний не поступало, а пробы проходят и мы работаем в соответствии со стандартными сегостями. Автолюбителей такое отношение подрядчика к работе порадовало. По их словам, состояние дорог в Куйбышевском районе и в целом по городу улучшается. Конечно, нужно было здесь делать, потому что здесь я ремонта давно не наблюдал. Сейчас вроде все хорошо, машина не так шумит, как и раньше. Так вроде хорошо все. В Самаре полно ремонтируют. По юных пионеров часто гонят, ездят. Там вообще отлично сделали дорогу. Еще один въезд в город со стороны Южного моста также начали ремонтировать в этом году. На Южном шоссе от Уральской до моста и на самом мосту постелили новое полотно. Чтобы добиться желаемого результата, на работу по ночам выходили десятки специалистов и порядка 40 единиц специальной техники. Общая площадь участка дороги около 70 тысяч квадратных метров. Разница налицо. То есть мы ликвидировали ямочность, убрали колейность, спрофилировали дорогу, соответственно выровняли выравнивающим слоем саму поверхность дороги под нормативные значения. И в общем-то готовы предъявить ее заказчику. Состояние дороги было ужасное, конечно. Нагрузка очень большая, постоянно пробки из-за этого, из-за того, что дороги плохие. Сейчас дорогу отремонтировали. Собственно вообще стало хорошо, приятно ездить. Сейчас отлично, но на этом участке ровно, колеи нет, выбоин нет. Нормально. Сам мост в следующем году переживет второе рождение. В проекте ремонт пролетных элементов и опор, замена швов и, конечно, новые дорожные покрытия. К чемпионату мира по футболу в Самаре полным ходом идет реконструкция главных магистралей – Новосадовой и Московского шоссе. На Московском в мае начали строительство подземных переходов. Из-за этого движение было частично ограничено. Дорожники обещали открыть его полностью только к ноябрю. У нас идет подготовка территории апреля, март-апрель, согласно графике. Идет дождевая канализация – май, июнь, июнь. И 50% этой страны и следующие. Конструкция дорожной одежды планируется у нас на май месяц. Вот мы сразу в графике все идет. Но по настоянию Олега Фурсова рабочие ускорились, и движение было открыто к началу учебного года. Особое внимание пешеходным зонам. В исторической части города асфальт меняют на плитку. Впервые цвет и форма согласовываются с главным архитектором города. 2015 год стал переломным в решении дорожного вопроса. В общей сложности отремонтировали 48 автодорог. Причем в зоне внимания не только те, что проходят по туристическому маршруту. Улица Земица, она не в гостевом маршруте. Мариса Тореза не в гостевом маршруте. Антона Фавсеенко не в гостевом маршруте. Естественно, центр тяжести будет на гостевые и туристические маршруты. Но в этом вопросе и каждый район города затрагивается там улицы, которые стоят в ремонте. Дорожная кампания взяла стремительные темпы, отмечают специалисты. И в будущем городские власти снижать их не планируют.